Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили довольно-таки классную рулетку, которую я лично считаю даже в чем-то выгодной. Сейчас попытаюсь обосновать свое мнение. Значит, смотрите, крутить ее буду на своем твинковом аккаунте. Я создал его специально для того, чтобы вместе с вами на прямых трансляциях его прокачивать. Здесь абсолютно ничего не было, но недавно я приобрел себе набор сюда с Левчиком и Центурионом. Считаю, что сделал абсолютно грамотный выбор, потому что за 10 тысяч получил 2 годных премиумных машины. В частности, я очень хотел себе первым премиум на аккаунт именно Леву, потому что он круто фармит. У меня осталась сдача 5.725, и с учетом того, что я купил в первую очередь ту машину, которую хотел, вот этот запас голды я хотел приберечь для чего-нибудь годного. И, честно говоря, Акулу, а именно Т-54Е2, я считаю очень даже годным тяжелым танком 8 уровня среди премов и готов потратить немножечко голды, дабы попытаться данную машину из рулетки достать. Понятное дело, что на всю рулетку мне денег однозначно не хватит, 5 тысяч с копейками, поэтому крутить будем в пределах разумного. Если говорить о ценнике, то вся полностью рулетка, все 18 прокрутов обойдутся вам в 13 тысяч золота. Если дойдете до, допустим, 14 уровня, то вообще машину отхватите себе за 6188, ну, грубо говоря, 6200. Дальше на увеличение, но так или иначе, ребят, 13 тысяч голды, это в принципе неплохо, если вы заберете отсюда еще хоть что-нибудь из вот этих вот контейнеров. Тогда вообще прям красота, все нормально, все окей. Т-54Е2, нормальная приемлемая цена в голом состоянии машины, 7500. Первый прокрут 20 голды и давайте начинать крутить потихоньку. Вообще в целом 13 тысяч, как я уже сказал, это нормальный ценник для рулетки в случае, если вам еще что-нибудь из контейнеров выпадет, ну, или если вы машину, заберете себе немножечко раньше. Я вот, допустим, первым ходом забираю себе, ну, вот мне не нужный анимированный аватар, лучший друг, спасибо большое, но хотелось бы что-нибудь более годное. Хотелось бы, понятное дело, взять себе контейнеры, желательно собери их все, забрать все, для того, чтобы можно было еще тысячу голды получить в виде компенсации за собранные сертификаты. Крутим дальше. 75 голды и, ну, дайте машину, дайте. Мне многие писали в комментариях, что на всякого рода новых аккаунтах, на которых мало играю и так далее, или недавно зарегистрированный, прям сыпется из рулеток, мама, не горюй. Ну, что-то мне как-то не сыпется вообще, как я погляжу, вот что-то как-то не падает пока. Ну, давай, давай акулу. Акулу. Нет, акулу мне не дают, дают x5 в количестве 10 штук, но окей, хорошо, будем ветки прокачивать на стримах. В целом, как говорится, не против. Даже если сейчас, как я уже сказал, прокручивая в пределах разумного, я не заберу отсюда акулу, то в любом случае мы перейдем на другой аккаунт, где она у меня есть. Она у меня есть на, допустим, моем основном аккаунте, и в свое время я купил эту машину, можно сказать, по ошибке. Ну, просто класснул и купил. Но каково было мое удивление, когда я, поиграв на данной машине, понял, что танк действительно очень годный, как тяжелый танк, особенно для новичков, и прощает доброе количество ошибок. Вполне приемлемая классная броня в башне. Да, по корпусу там есть серые зоны, но все равно, я бы не сказал, что прям совсем картон какой-то. Ну что, открываем, собери их все, смотрим, что оттуда падает. Потратили добрый кусок голды с копилки, талисман с золотом. Сколько их у меня? Всего лишь три. Обломчик, ребят, получается. Так, открываем еще один, собери их все. Ну, ну нет, ребят, ничего нет. И, в принципе, я не могу сказать, что я удивлен. Не фартовый я парень на рулетке. И вообще, честно, за все время, сколько рулетки у нас выставляются, я все машины, которые из рулеток забирал, забирал только на последнем прокруте. Ни разу не было такого, чтобы хотя бы где-то в середине. Ну, а про начало рулетки я вообще молчу. На этом моменте, ну, я думаю, что можно останавливаться. Сделаю вот этот вот прокрут за один голдовый, чисто ради интереса. Просто потому, что один голдовый, понятное дело, ничего для меня не стоит. Но радость моя просто безгранична. Я получаю камуфляж на акулу, а самой акулы нет. Ну, может, когда-нибудь докуплю. Дальше идет на увеличение ценник по прокрутам. Я не готов дальше прокручивать. Я лучше приберегу данную голду. Подсобираю немножко. И когда машина появится на продаже, пускай даже в голом состоянии, за 7-7,5, возьму себе данную тачку, одену легендарный камуфляж и буду радоваться. Ну что, переходим на основной аккаунт и выкатываем акулу из ангара. Итак, друзья, акула на моем основном аккаунте находится уже давно. И я, честно говоря, довольно часто играю на данной машине. Мне нравится, мне заходит. И она очень приятная в отношении играбельности. Я бы не сказал, что она очень быстрая и очень поворотливая, но мне хватает. Я бы не сказал, что у нее зашкаливающие какие-то цифры по орудию в чем-либо. Но именно в этом и прелесть акулы, в частности, для меня. Она просто хорошо сбалансирована. Время сведения 3,6 секунды. Разброс 0,330, что очень классно для тяжелого танка. Не сильно большой, но вполне себе реализуемый ДПМ в 2250 единиц. Я бы не сказал, что очень быстрая КД 8,3, но в целом с ее бронированием и если понять, как отыгрывать акулу, вполне себе приемлемый показатель. 220 пробития мне лично достаточно, если вдруг чего, заряжаю подкалиберное. Средний урон 310 единиц. Опять-таки не блещет, но в целом я бы сказал, что вполне нормально. Что самое классное, что орудие обладает классным углом склонения орудия вниз, минус 10. И с учетом того, что башня имеет довольно-таки интересную, вот такую зализанную форму, от башни отыгрывается просто, просто великолепно. Ну что, берем тачку и поехали ее тестить. Ну что, ребят, поехали. И давайте попытаюсь поделиться своим мнением и впечатлением по поводу акулы. И как конкретно я ее воспринимаю, что я чувствую, когда играю на данной машине и за что она мне нравится. Первое основное, что мне действительно нравится в акуле, это отсутствие у нее, знаете, такого падения в крайности. Для тех, кто не совсем понимает, о чем я говорю, я просто в виде примеров, точнее на примерах попытаюсь объяснить. Падение в крайности для меня это колебан, который имеет просто огромное количество единиц разового урона и при этом обладает крайне жесткой картонностью и просто бешеным временем перезарядки. Вторая крайность это, допустим, экшен Икс, который имеет крайне, крайне несущественный урон разовый, но при этом обладает просто умопомрачительной скорострельностью и уровнем пробития. Короче говоря, вот такие вот крайности, да, они интересны и что-то в этих крайностях безусловно есть. Но порой хочется, знаете, вот спокойного, уравновешенного геймплея, абсолютно предсказуемого и абсолютно расслабляющего. И в этом отношении Акула, наверное, один из лучших танков на восьмом уровне. Многие говорят по поводу того, что машина негодная, машина неинтересная, сущий картон, ребят, далеко не сущий картон. Главное понимать, как эту машину использовать, в какой конкретно позиции твоя броня имеет самый лучший угол склонения, ну и, соответственно, имеет самую высокую, господи, как правильно это назвать, короче, самый высокий шанс на то, что вас не пробьют. Вот так, я не знаю, правильно ли я сейчас выразился, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Короче говоря, когда вы чувствуете данную машину, то бои проходят вот так вот абсолютно быстро, бои проходят очень даже-таки успешно, вас довольно часто не пробивают, если вы по максимуму играете от башни, прячете свой, если его можно так назвать, нижний бронелист. Ну и мансите, а не стоите, как вкопанная баранина, которая просто-таки ждет, чтобы ей морду набили. Не сильно много, 1630 единиц урона, один уничтоженный соперник, и при этом я получил удовлетворение от данного боя. Ну, наверное, просто бой быстро прошел, именно поэтому и удовлетворение дополнительное получил. Ну что, берем машину, давайте попробуем еще разочек. Что, ребят, поехали. Вторая катка, и предыдущий бой, к счастью или к сожалению, пролетел настолько быстро, что рассказать все, что хотелось про акулу, я просто физически не успел. Так вот, ребят, помимо того, что машина не падает в какие-то крайности, и в этом, мне кажется, ее прелесть, вторая вещь, за которую я безумно люблю акулу, это за ее предсказуемость в бою. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что когда будет происходить, она никогда не подводит тебя, не удивляет каким-то финтом, ушами, которого ты абсолютно не ожидал в данный конкретный момент боя. Короче говоря, машина предсказуемая, и в этом определенная прелесть данной машины. Ты всегда понимаешь, чего от нее ожидать, ты всегда понимаешь, что она тебе может предоставить. Я лично, это уже третья позиция, за которую я очень люблю акулу, я лично беру эту машину тогда, когда мне необходимо выполнить такие боевые задачи, как уничтожить соперников, накидать урона, победить и выжить. На акуле у меня, допустим, получается выживать довольно-таки часто, и я не могу сказать, что для меня это является какой-то сложной задачей или невыполнимой задачей в бою. Сейчас подождем наших ребят, которые немножко там определятся, кто куда едет, и покатим вместе с ними. Пока счет равный, но я думаю, что шансы у нас определенные на победу есть. В конце концов, Ледяной не сильно меня пугает своим присутствием в бою. Ну а что касается некоторых других соперников, то в целом, ребятам, по большому счету, если наши справятся, жить осталось не так уж и долго. Такс, Ледяной. Хорошо, ты забронирован, братка, вопросов нет, но не на этом мир держится. Вот она, акула, и вот ее броня, которая не сильно предсказуемая для соперников, если не стоят в нем месте. Если не расторговывают лицом, то в целом очень даже круто играется. Довольно часто не пробитие, но бывает такое, что и подловили. Ну, подловили, как вы видите, в, как это правильно назвать, в шарф, да, то есть в шею, на которой стоит башня. И здесь, в принципе, удивительного нет ничего. Там ни у одного танка брони нет, по-моему, даже у Мауса. Вот такие вот результаты. В любом случае, победа. Сейчас досмотрим бой, посмотрим на результаты. Ну и будем подбивать итоги по рулетке на акулу. Ну и будем подбивать итоги по рулетке на акулу. Итак, друзья, победа в данном бою 2000 урона, 2 уничтоженных соперника. Что касается результатов по фарму, машина может фармить, но у нее не заоблачный коэффициент. Поэтому рассчитывать на то, что вы прям миллионами серебро вывозить будете, нет. Но при этом все, можете всегда рассчитывать на то, что в минусе вы не окажетесь точным. Что касается данного боя, за 2000 нанесенного урона я получаю 69 800. Это с учетом того, что здесь было пополнение боекомплекта, пополнение снаряжения отминусовалось, пополнение амуниции. Ну и плюс к тому, у меня здесь были бустеры кредитов, которые затянули целых 40 тысяч. Поэтому сказать, что без прем-аккаунта и без бустеров вы действительно там будете серебром себя засыпать, то нет. Машина далеко не для фарма, но в целом фармить на ней можно. Хотя и это не основная задача акулы. Что такое основная задача акулы в моем понимании? Основная задача данного танка это дать возможность расслабиться игроку. Дать возможность просто в каком-то таком, знаете, спокойном, умиротворенном состоянии зайти в несколько боев, поиграть, получить удовольствие. Да, пускай и не накидать по 5-8 тысяч урона, но при этом все, получить тройку-другую побед, сделать тройку-другую фрагов, абсолютно не надрываясь и не потея. И на вот это акула действительно способна. Стоит ли лично вам крутить рулетку, в принципе, как таковую, ну а в частности на акулу, здесь уже, ребята, определяйтесь самостоятельно. Я всего лишь показываю вам танки и игровые события такими, какие они есть на самом деле, ничего не приукрашая и не рекламируя. Крутите рулетки, если вам это нравится, не крутите, если не хотите сливать голду и потом об этом жалеть. Покупайте машины в магазине, если вы мечтаете именно об этих танках. И никогда не жалейте о потраченном, если приобрели то, что захотели. Побежал снимать специально для вас следующее видео. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok